Второе. Совесть пронизывает все существующее. Это является как голос информационное поле и часть энергии Ра и Рады. Я все правильно записываю. Вот так и записывается. Совесть пронизывает все иснующее. Ее проявлением певных энергоинформационных потоков Ра и Рады. Ну это голос Всевышнего, но надо воспринимать это правильно, что это не голос, вот как голос там, по-настоящему вот такой вот голос на современном языке. И еще как некоторые думают, а Всевышний голос совести на украинском или на русском говорит? Здесь некоторые у нас могут решить, что значит Всевышний на суржике говорит. Но на самом деле это просто информация. Это просто информация. Совесть это просто информация. Нету голоса как такового. Если нужно для нас, если мы настолько тупые, что нам надо сказать словами, Всевышний и Боги могут пойти на уступки, как для особо одаренных. Но по большому счету это просто информационное поле, которое лишено как таковых слогов, таковых каких-то звуков, форм. Пакет данных просто. Хорошо. Допустим, 3D-модель. У меня совсем другое понятие про совесть было. Какое? Ну, подожди, вопрос. Совесть это пакет данных, который направляется от РА до нас и получает эти данные, следуя им, следуя тем данным, которые мы получили. Это инструкция, как нам наилучше развиваться. Совесть это инструкция, как нам наилучше развиваться. Ну, в трех словах, а то я на много слов растягиваю. Хорошо. Что, у тебя было представление? Нет, у меня было представление про совесть, что совесть это... То, что я не знал, что такое совесть, обозначение совести, я не знал, что это такое. Но я знал, что такое обладать совестью. Потому что мы... Так вот смотри, во-первых, адамиты, поскольку они не созданы Всевышним, а созданы Йоговкой, то у них нет вот этого канала, вот этой опции, по которой Всевышний им бы посылал инструкции по развитию. Поэтому, соответственно, совести у них и нету. Совести. А есть ли полукровки? Полукровки, у них есть вариант или активировать совесть, или есть вариант быть такими, как паразиты. А, ну то есть, как бы, через... с помощью наших ДНК у них есть... Араевычи — это богорождённые живые существа. За Араевычами есть конкретные эпохи, которые по воле Всевышнего инициировали эту форму жизни. Так же ж? Угу. А там, вопреки воле Всевышнего, Йоговка в колбах натворил кучу зомбаков ужасного вида, засунул туда ангелов своих. Потом Самоэль создал каналы, по которым в телах этих зомбаков может воплощаться куча всякой нежицы со всей галактики. И Всевышним это никак не разрешено, никак не санкционировано. Всевышним это никак не разрешено, никак не санкционировано. Поэтому чего Всевышний должен им давать какие-то подсказки? Эпизодически когда-то кому-нибудь из них может Всевышний что-нибудь и подскажет. Но как таковой постоянно действующей практике по отношению к ним...